здравствуйте коллеги меня зовут Станислав Збитнев я являюсь инженер-консультантом в global logic также я являюсь по совместитель по совместительству тем людям над одном из медицинским проектам не раскрывая все карты могу сказать что мы используем одни из последних технологий на нашем проекте в качестве фронтенда мы используем Universal Windows Platform в качестве бэкэнда мы используем публичные решения такие как Azure Search, Azure SQL, CosmoDB и многие другие также для нас переход на сервис фабрик является одним из стратегическим направлением в нашем проекте как вы понимаете из названия доклада я вам не буду рассказывать как при помощи photoshop рисовать такую красивую картинку логотипом сервис фабрик хотя в некоторых случаях это было бы даже интересно потому что разработчик должен быть не только высококвалифицированным специалистом но и также творческой натурой чтобы решать сложные и стандартные решения принимать и так все-таки в рамках этого доклада мы окунемся в технологию сервис фабрик забегая вперед хочу сказать что мы планируем серию этих докладов с постепенным погружением и сегодня мы просто ознакомимся что такое сервис фабрик для чего он нужен почему стоит обратить на него внимание также мы проведем сравнительный анализ старой технологии cloud service посмотрим как мигрировать существующие приложения с cloud service на сервис фабрик обязательно посмотрим как бы выглядело приложение изначально разрабатываемая под сервис фабрик и остановимся вкратце на моделирование сбоев почему это важно потому что одна из концепций сервис фабрик это разработка релайабл сервисов для того чтобы обеспечивать этот механизм вам нужны утилиты для своевременной диагностики своевременной отладки тестирования вашего приложения а точнее в процессе разработки и так что такое сервис фабрик сервис фабрик это платформы распределенных систем на которых управляются упаковываются развертываются масштабируемые надежные микросервисы и контроллеры сервис фабрик используется в основном для уплотнения систем как изначально говорилось что в же используя самым простым вариантом использовались виртуальные машины для того чтобы разворачивать ваши сервисы вторым этапом уплотнения было использование контейнеров которые хвостятся на этих виртуальных машинах и следующий этап логически это микросервисы которые уплотняют систему и позволяет размещать в контейнерах несколько сервисов разных приложений все же почему же стоит обратить внимание сервис фабрик несмотря на то что это относительно новая технология она достаточно хорошо обкатана испробовано уже самой корпорацией microsoft более 30 процентов эжа служб эжа приложений они основаны на сервис фабрик это далеко не полный список того что вообще есть но один из самых крупных это я же сиквел космо деби по в би офис 365 картаны и много-много другого в определении сервис фабрик прозвучало название контейнер все прекрасно с этим сталкивались если слышали что это такое и сразу возникает вопрос а куда же тогда девается эжа контейнер сервис неужели и он уходит в небытие и сервис фабрик его будет замещать нет сразу ответ нет потому что это совершенно разные направления развития и когда проводят сравните анализ этих технологий еще добавляют эжа function для того чтобы понимать в каких случаях нужно использовать ту или иную технологию кроме того что эжа контейнер сервис он не собирается уходить на второй план он еще в стиле ребрендинга будет имени имени именоваться не как и и с и и с как подразумевая что в качестве движка будет использоваться кубернетис который стал стандартом 3 аркестратора то есть этот и с он является клеем между эжа и контейнерами если вам есть необходимость именно оркестра управлять оркестрацией контейнеров в ям вам необходимо использовать эту технологию сервис фабрик напротив это полномасштабная модель программирования которая направлена на разработку рела и был сервисов сохранением состояния на самом деле сервис фабрик поддерживает три вида сервисов это сервисы с сохранением состояния сервисы без состояния и актер который выделяется как отдельные всегда микросервис потому что он имеет свою инфраструктуру и эжа function это что-то простое если вам необходимо простые действия не требующих сложных инфраструктур которые необходимо реагировать на какие-нибудь запланированные действия реагирует какие-нибудь триггеры или event и вы используете эжа функшены сервис фабрик позволяет вашим сервисом абстрагироваться от платформы на которой они развернуты то есть это некое виртуальное пространство для наших сервисов таким образом сервис фабрик позиционируется как система которая позволяет работать вашим микросервисом везде в облаках на компьютере на линусе на виндовсе в облаках других фирм и так далее то есть чем преимущество сервис фабрик это что нету никакого эмулятора при установке на вашем компьютере сервис фабрик sdk вас разворачивается полноценный кластер на котором будет работать ваши микросервисы если микросервис работает на вашем локальном компьютере это гарантировано что это гарантирует что ваши микросервисы будут работать везде так позиционируется если посмотреть на архитектуру через фабрик можно выделить три основных уровня первое это инфраструктурный уровень это тот который как раз позволяет разворачивать внутри кластера ваши сервисы и управлять жизненным циклом вашего приложения позиционируется что сервис фабрика может работать как на линуксе так и на виндовсе что такое кластер сервис фабрик это набор нодов либо контейнеров на которых предустановлен сервис фабрик также на этом уровне еще встроен авто автоскейлинг оркестратор который позволяет увеличивать количество нодов внутри вашего кластера позволение macrosoft на данный момент поддерживается около 1000 нодов внутри одного кластера второй уровень это скидлинг здесь можно выделить четыре основных элемента этого уровня первое это сервис location сервис который позволяет по имени сервис определить его физическое месторасположение для чего это важно это важно для того для того что ваш сервис на самом деле может быть меня свое физическое положение в процессе жизни приложения какой-то но вот вышел из строя какой-то нод был пересоздан в адрес вашего микросервиса может поменяться второй элемент в блок этого уровня это попрощение это health monitor который обеспечивает сбор метрику вашего кластера вашего приложения всех ваших сервисов предыдущий докладчик затрагивал эту тему и показано сколько он мощный этот health монитор третий модуль это модуль workloads скейлер который позволяет инстанцировать и реинстанцировать ваши сервисы случае если ваш ваш и внутри вашего кластера происходит какие-то изменения инфраструктуры и последний модуль который стоит выделить это аркестратор обновления приложений его основная задача для того чтобы приложение было обновлялось без простоев и последний уровень workload собственно показывает все технологии которые поддерживаются в сервис фабрик это java машины это дотнет это выполняемые экзе файлы это доки контейнеры и как отдельное звено которое создана для микросервиса это дотнет-кор давайте все таки еще раз просуммируем что же мы узнали данным секции про сервис фабрик сервис фабрик это технология который позволяет вам разрабатывать их и разворачивать сервисы состоянием храним состояние и без также микросервисектор он позволяет вам обновлять ваши микросервисы без простоя он позволяет имеет любое количество микросервисов внутри вашего кластера уплотняя больше уплотняй также он управляет жизненным циклом вашего приложения кроме этого сервис фабрик интегрируется с утилитами из инструмента непрерывной доставки непрерывного интеграции dcdi такими как jenkins octobus deploy visual studio team service и и другими кроме этого сервис фабрик позволяет разворачивать в контейнерах а таких технологиях dotnet виртуальной машины java dotnet core но это опять же не полный список того что планируется поддерживаться в рамках сервис фабрик мы пришли к тому чтобы теперь мы зная и понимая что такое сервис фабрик мы можем сравнить с предыдущей технологией как microsoft говорит это произошла технологическая эволюция это не означает что вам у вас потребуется множество усилий чтобы перейти на эту технологию основные различия между этими технологиями это взаимоотношения между модулями внутри технологии и взаимоотношения с виртуальной машиной если посмотреть именно на структуру клауд-сервиса сервис фабрик то не в принципе схожи и тех и других есть рабочие и веб-роли в случае сервис фабрик это веб-сервисы и века сервисы единственное различие заключается в том каким образом они разворачиваются в эжа случае клауд-сервисов каждая рабочая роль либо веб-роль они разворачиваются на виртуальную машину они завязаны виртуальную машину случае сервис фабрик разворачивается на ноды и причем количество сервисов которые разворачиваются зависит от того как вы настраиваете у себя в проекте чем преимущество такого способа первое это быстрота кластер создается первый раз при первом запуске при при первом деплее вашего приложения дальнейшее разворачивание происходит практически моментально второе при помощи кластера мы достигаем большой плотности размещения микросервисов в кластере это означает что на вашем компьютере вы можете в одном кластере размещать несколько приложений с любым набором микросервисов вам достаточно одного кластера на вашем рабочем компьютере и третье это унификация унификация деплоев и апгрейдов ваших сервис если посмотреть на архитектуру приложение с лестерной клауд-сервис право сервис фабрик то они очень схожи чем особенность клауд-сервисов это набор веб и века ролей которые имеют множество внешних референсов на другие ресурсы самым простым способом перехода на сервис фабрик это переписывание рабочих ролей на микросервис без сохранения состояния и при этом мы оставляем все референсы нынешние ресурсы то есть вуаля и мы уже на сервис фабрик но это в не было бы до конца правильным потому что все-таки через фабрик концентрируется на сервисах с их сохранением состояния вот с правой стороны как раз правильная модель реализации на сервис фабрик чем достоинство в том что первое мы убираем внешние ссылки то есть мы убираем зависимости от внешних систем и таким образом мы унифицируем deploy и апгрейд вашего приложения потому что все однообразно это конечно идеальная модель которая которая нужно стремиться но в реальной жизни не всегда получается избавиться от всех внешних ссылок сожалению также нужно упомянуть разницу между взаимодействия между модулями в cloud-сервисе сервис фабрик в классической модели cloud-сервис веб-роль для того чтобы выполнить какую-либо задачу от клиента при помощи bounce loader или какого-нибудь другого механизма выбирает рабочую роль напрямую к ней коннектится а точнее коннектится напрямую к виртуальной машине и происходит либо вызов пол выбрали случае через фабрик у нас есть три способа коммуникации между микросервисами первый это через http-протокол второй это через tcp-протокол и третий через именование URL-based и именованные адреса как несколько слайдов назад я говорил что есть сервис location который по имени определяет физическое положение вашего микросервиса третий способ является предпочтительным первым почему потом первое потому что мы всегда по имени можем определить физическое положение микросервиса даже если он переместился у нас нет привязки никакому из нодов внутри кластера второе если два сервиса находятся на одном ноде взаимодействие между ними происходит практически моментально без всяких задержек есть и то есть здесь на данном слайде слайде показано прямое взаимодействие существует еще в архитектуре взаимодействие через ресурсы в качестве внешнего ресурса может выступать как очередь так и сервис баз не имеет смысла показывать данный слайд только из-за того что переход из калл сервисов в сервис фабрик он однотипный немножко красоты в данном докладе я надеюсь все заметили что логотип сервис фабрик здесь смотрится замечательно и очень гармонично но мы пойдем дальше и как вы увидели разница между клауд сервисов клауд сервисами и сервис фабрик не такая уж астрономичная как и говорил ранее все таки перейти на сервис фабрик достаточно легко но при этом нужно будет учесть определенные моменты сервис фабрик если мы посмотрим на структуру именно в проекте по сервисов сервис фабрик мы видим что они имеют одинаковую структуру у них есть проект для разворачивания у них есть в случае клад сервисов набор веб-ролей и векролей а в случае сервис фабрик эту набору микросервисов состоянием без состояния экторы неважно в случае веб-ролей как мы говорили ранее просто нужно заместить их сервисами без сохранения состояния это достаточно легко и быстро веб-ролями придет придется немножко повозиться да но я пока расскажу хорошо без слайда основной аспект то что сервис фабрик не поддерживает иис то есть вам необходимо переписывать ваши веб-роли так чтобы ваше приложение поднимала саму эндпоинт и хостила это следующий слайд ничего страшного пусть уже будет пропал то есть вам нужно будет переписать одной из рекомендаций microsoft является переписывание всех типов веб-ролей с используем .NET Core который предыдущий докладчик вам как раз рассказал для чего он нужен в случае .NET Core у вас есть два варианта поднимания эндпоинта это при помощи кастала и при помощи веблистнера если вы хотите разворачивать ваше приложение под windows платформу и вас это не смущает то лучше использовать веблистнер потому что он достаточно мощный и простой в использовании если вы хотите использовать именно мультиплатформенность то тогда нужно будет вам повозиться с кастлом в чем разница в жизненном цикле между клауд сервисами сервис фабрик разница заключается в том где располагаются эти технологии клауд сервис размещается на виртуальной машине поэтому ей необходимо реагировать на все эвенты которые в виртуальной машине происходят и и отсюда у нас есть и он старт он стоп то есть он реализует модель вин сервисов по сути дела и в случае если ран метод закончит свою работу клауд сервисов это означает что ваш веброй законченную работу и больше на отвечать на запросы не будет но напротив у сервис фабрик рано синг может запускаться столько раз сколько вы пожелаете кроме этого у сервис фабрик есть регистрация листнеров которыми вы можете прослушивать порты и обрабатывать клиентские запросы на этом слайде показано собственно говоря там жизненный цикл старта и закрытие микросервисов основным скажем так аспектом разрешение конечно не очень основным аспектом этого слайда нужно обратить внимание на то что обязательно нужно использовать канцеляшин токен это красная линия проходит через всю документацию microsoft обязательно используйте и хендлите канцеляшин токен тогда хелс монитор будет правильно собирать метрику о вашем приложении соответственно если вы раньше вы получите метрику чем чаще вы будете мониторить свое приложение тем быстрее вы найдете ошибку дней если конечно будет чем разница именно в виртуальной интерфейсах работы с виртуальной средой опять же напомню о том что клауд сервисы хвостятся на виртуальной машине а сервис фабрики хвостятся в виртуальном пространстве сервис фабрик соответственно что в случае И полосервис-энвайрментом является виртуальная машина, а в случае сервис-фабрик это контекст, в рамках которого мы запущены. В большинстве случаев, в случае сервис-фабрик, вам не понадобится работать с инвайрментом. За исключением девопсовских каких-то вещей, когда нужно построить зависимость микросервиса. Но достаточно редко. Есть различия между конфигурациями сервис-фабрик и клауд-сервисов. На самом деле, судя по коду, то выглядит, что сервис-фабрик гораздо сложнее. Много строк и больше нужно выполнять. На самом деле, это плата за гибкость. В случае клауд-сервисов мы можем реагировать на изменения инвайрмента. То есть на изменение какого-либо состояния виртуальной машины. В том числе, может быть и конфигурационный файл. То есть, когда я сработал, не обязательно, что изменилась именно конфигурация вашего клауд-сервиса. В случае сервис-фабрик, микросервис представляется в виде пакета, который состоит из трех частей. Первое – это код. Второе – это конфигурация. И третье – это данные. Для каждого из элементов этих пакетов есть твой отдельный конфигурационный файл. Каждый из этих элементов пакета может иметь свою версию. И каждый элемент из этого пакета имеет свой сабскрипшен на изменение своих конфигураций. То есть вы можете конфигурировать и обновлять любой из этих элементов независимо, independently. Еще плюс сервис-фабрик в том, что в отличие от клауд-сервисов, мы не только имеем набор key-value значений, но также мы можем хранить конфигурации в виде файлов jstone, xml и yaml. Стас, извини, пожалуйста, очень не хочется тебя прерывать. Тебе, конечно, не на самолет, но сразу после твоего выступления будет кофе-брейк. Поэтому ты очень ответственно находишься между людьми и кофе-брейком. Я их сдерживаю, да? Да, поэтому 10 минут. Хорошо, постараюсь сложиться. Давайте рассмотрим, как бы выглядел коммерческий продукт, который бы разрабатывался изначально для сервис-фабрик. Используем сервис-фабрик. Возьмем, давайте, для примера стандартную схему покупки товаров в магазине. Для этого нам будет необходимо реализовать модель прилавка, либо склада, модель клиента и модель, собственно, самой очереди или покупок. Что нам нужно для того, чтобы стартовать разработку? Нужно проверить минимальные требования, которые позволяют работать сервис-фабрик. По заявлению Microsoft, вы можете начинать работать с Windows 7, либо Windows Server 2012. Вы также можете работать и с Visual Studio 2015. Но для этого вам необходимо будет поставить дополнительные SDK с утилитами. В случае Visual Studio 2017, все уже интегрировано как компонент, и все обновления по сервис-фабрик будут дистрибутироваться вместе со студией. Вам необходимо будет поставить сервис-фабрик SDK, который вам впоследствии настроит кластер. Вам необходимо будет сделать простое приложение и запустить его первый раз для того, чтобы именно кластер на вашем компьютере настроился. Есть небольшой нюанс. На данный момент, чтобы этот кластер создался, вам необходимо запустить студию под правами администратора. Говорят, что эта оплошность будет исправлена, но тогда неизвестно. Итак, какие роли и модели будут участвовать в нашем приложении? Будут участвовать Reliable Services, как Stateless, так и Stateful. Будут участвовать Reliable Actor. Мы не будем, скажем так, рассматривать Actor как отдельный элемент. Я просто покажу, в чем разница его по сравнению с другими сервисами. И в качестве примера я привел, что мы можем использовать любой executable файл, но в сервис-фабрик, в best practice, он нигде не используется. Упоминается, что вы можете это сделать, но, я так понимаю, это нежелательно. Если проводить аналогии между сервисами и объектно-ориентированным программированием, можно сказать, что Stateless сервис – это что-то наподобие статического класса. А Reliable Actor – это, собственно, те классы, экземпляров классов, которые вы создаете и с ними работаете. Немножко поговорим о Экторе. Чем же он особен? Он особен тем, что у него есть своя модель. В самом Экторе обязательно есть код, который будет выполняться, обязательно есть Persist State, в котором будет сохраняться состояние, и обязательно есть Mailbox, при помощи которого он производит общение с другими микросервисами. Естественно, у него есть возможность отсылка сообщения другим микросервисам, в том числе и самому себе. При помощи Эктора в сервис-фабрике реализованы как раз многопоточности. Очень часто при распределенных вычислениях используется именно Эктор. Почему? Внутри он очень прост. Это однопоточный код, который выполняется, и достаточно тяжело его сломать. А многопоточностью именно Экторов управляет именно сам сервис-фабрик. То есть механизм построения многопоточности возложен именно на сервис-фабрик, и таким образом гарантируется, что все будет хорошо. Итак, что нам необходимо для реализации нашего проекта? Первое. Естественно, нам нужен WebAPI как Endpoint для клиентов, который должен быть максимально прост, который должен легко разворачиваться, должен легко расширяться. То есть основная его задача – это быть проксией к нашим микросервисам сервис-фабрик. Второе – это наши микросервисы, которые будут выполнять нашу логику и которые будут сохранять состояние. Первое – это будет протококаталог, который будет хранить состояние полок в магазине. И второй сервис, который будет выполнять, собственно говоря, оформление самой покупки и регистрации клиентов в системе. И последнее, собственно говоря, Эктор для нас будет экземпляром, который отвечает за клиента внутри магазина, и при помощи которого мы как раз реализуем многопоточную систему. Покупателей может быть много, это многопоточная система для нашей программы. Если собрать все вместе, то будет выглядеть приблизительно вот в таком виде. То есть есть Endpoint для входа в систему, который будет именно проксией для продукт-каталога и чек-кат-сервиса. И, соответственно, эти два state-led сервиса будут использовать user-service actor. В данной модели вы видите, что у нас нет ни связки, ни с базовыми данными, ни с очередями, ни с какими-нибудь баз-нотификаторами. Все реализовано на механизме сервисов фабрики. Потому что каждый из микросервисов, он хранит в себе состояние, и нам нет необходимости иметь внешних ссылок. Кроме того, что упоминалось, что сервис фабрик предоставляет вам очень хороший механизм мониторинга вашего приложения, сервисов и кластеров. Я не буду вам приводить пример всех возможных скринов. Приведу самые распространенные, которым видно нагрузка на кластер. И видно, что в вашем кластере развернуты ноды, сервисы и приложения. Я надеюсь, что после моего доклада вы идете в сердце с сервисов фабрик. Потому что на самом деле это технология, которая, может быть, не стоит сейчас бежать и сразу переходить на нее, сломя голову. Но это технология, на которую необходимо именно обратить внимание. И что я хотел сказать последним слайдом. Хотел подчеркнуть именно, что в сервис фабрике есть такой способ, как моделирование сбоев. Моделирование сбоев осуществляется при помощи такого фреймворка, как тестабилити. Если посмотрите на диаграмму, он в крайнем углу. Он очень плотно интегрирован именно с самим фреймворком сервис фабрик. И это позволяет ему, скажем так, иметь доступ к любому эвенту, практически к любому эвенту системы и подменять его. При помощи него можно эмулировать любые виды ошибок, которые могут произойти в продакшене. Выделяют два основных направления. Это стандартные и нестандартные ошибки. Нестандартные, нормальные и ненормальные ошибки. Ненормальными ошибками называются те ошибки, которые приводят именно к крашу системы. Это перезагрузки системы, это сбой системы и так далее. К нормальным ошибкам относятся ошибки, которые связаны с нагрузочными экшенами. То есть нужно имитировать нагрузку на систему для того, чтобы кластер перестроился. Симитировать там отключение интернета или что-нибудь в этом роде. И один из последних пунктов, который Microsoft интегрировал, но к сожалению только в Visual Studio Team Service, есть темплейты проектов, где можно делать нагрузочное тестирование на ваши сервисы и на приложения непосредственно. В принципе, я думаю, что я достаточно дал вам хороший экскурс для Service Fabric, чтобы вы понимали, что это и для чего он нужен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ